Друзья, всем привет! Я Лена. Я Катя. И вы на канале Психологи не в моде. Здесь вы увидите психологические комментарии на разные модные явления и феномены. И сегодня мы прокомментируем один очень резонансный показ. А, да, точно, поехали. Давай. Три-два раза. Поехали! Ну, не будем задерживаться и... Поехали! Итак, недавно прошел новый показ коллекции Жак Мю. И причем это не просто коллекция, а это коллекция Ready to Wear. Готовая к носке, к продаже. Бери носи, не хочу просто. Мне кажется, вот эта коллекция, она больше из разряда... Снимайте это немедленно. Сорви с меня это быстрее, и я не пожалею. Ready to... Unwear? Да. Коллекция выдалась, конечно, очень неоднозначной. Сложно дать какой-то комментарий к поводу, не знаю, актуальности, трендовости или еще что-то. Понятно, что эта коллекция не на пустом месте возникла. Она не лишена смысла, идеи и всего остального. И это, наверное, стоит воспринимать не как коммерцию какую-то, а как творчество. К творчеству всегда относятся неоднозначно. Но однозначно про этот плакат можно сказать, что место они выбрали, конечно, шикарное. Очень красивое. А еще вот эта озвучка... Парли Бран... Парли Бранс... Очень красиво. Если честно, мне больше понравилось, как сидели гости на этих лодочках, особенно вот чита Бекхэмов. Вот это было реально красиво. Сама одежда, как творчество, как коллекция, ну там, да, есть определенные неоднозначности и вопросики. Жак Мю — это французский бренд. Очень молодой французский бренд, но уже очень ярко себя зарекомендовавший. У него есть абсолютно точно свой ДНК. Глава этого дома, Симон Жак Мю, он цитирует французские ценности в своей работе. Французская мода, весь этот флер. Понятно, что в какой-то его переработке все в основном могут вспомнить этот бренд по сумочкам, которые хотят все поголовно просто. И по красивым показам, то это лавандовое поле, то это поле маков, то это какие-то незабываемые просто пейзажи на пустыне, еще чего-то. Ну, потрясающе, конечно, как Лена уже сказала, действительно, наверное, один из главных героев — это место, в котором проходит этот показ. Вот как раз-таки вот этот контекст. Там на заднем фоне, вот мы сейчас будем смотреть, на показе дворец. Какой-то канал, где лодки, там настолько все пропитаны вот этой аристократичностью какой-то. А сама коллекция, она такая бодуарная больше. И у меня создалось такое ощущение, что это какие-то просто аристократы, которые, ну, как бы на утро надо было им встать. Они встали в чем были, в неглиже, в глиже, во всем, что у них только было надето. И вот они вышли, прошлись, как бы, ну, и все. Вот, ну, вот такой у меня какой-то флер остался. Это место было, да, не просто так выбрано, и это аристократия тоже. Все-таки это Версальский дворец. И в этой коллекции, насколько я пошарилась, Симон отсылает нас к Марии Антуанетте и к такому вот прекрасному веку. В принципе, здесь видно это по вот таким деталям, по каким-то таким пеньюарам. Потому как именно при Марии Антуанетте стало, ну, плюс-минус вот там в то время стало модно у женщин носить нижнее белье на показ. Не то, чтобы они чисто в нем ходили, но они какие-то детали открывали, какие-то надевали поверх обычного костюма. Понятно, что это не в повседневной жизни, когда там надо было куда-то выходить, а в каких-то своих вот рамках дворцовых, то есть это критично. Но, тем не менее, какая-то такая тенденция была, и вот Жак Мю вывели ее просто в максимум современного времени. Для меня стала не совсем понятной деталью такая смесь открытого и закрытого. Возможно, по грамме контрастов, конечно, была. Нет, мужчины мне очень все понравились. Особенно вот там прям видно, что им сказали, как нужно прям каждый пальчик положить на эту сумочку. Вот это прям видно. И они очень хорошо шли, мне очень они понравились. Обычно на показах есть определенные такие уловки для того, чтобы улучшить свое тело. Это от стилистов, сами модели тоже так делают. Это вот опять-таки намазывание себя маслом для того, чтобы не было видно никакого целлюлита, например, или несовершенств кожи. Также просто водой, когда, например, какая-то кутюрная коллекция, нельзя вообще ни в коем случае пачкать, не дай бог маслом, немножечко промазывают водой и прям сразу перед выходом, для того, чтобы опять-таки создался вот этот сглаживающий какой-то эффект. Но уже не говорю о том, что там просто матируют и тональником, и с рензором специальным. Да, здесь ничего этого нет. Вот она реально как встала, наверное, с кровати, так и пошла. И мне, ну, повторюсь, мне, как участнице модельной индустрии, в прошлом в том числе, мне понравилось, что там видны в том числе несовершенства моделей. Виден целлюлит. Ну, то есть, это как будто такое приближение к обычному человеку. Джи-Джи Хадид, она, конечно, со своим недовольным лицом просто. Она шла так просто. Это было такое, знаешь, недовольство, когда вот бабушка пришла с рынка, купила тебе, понимаешь, панталоны, и доченька, ой, внученька, ну, иди покрутись, покажись. И вот она идет, вот это Джи-Джи Хадид. За что? Ее не в самом худшем выпустили, я бы так сказала. В одном из самых прикрытых отец, да. Конечно, на что стоит обратить внимание в этой коллекции, это точно на аксессуары. Как и обычно у Жак-Мил, у них бывают, конечно, очень интересные коллекции в плане одежды. Как, например, вот пару лет назад у них была летняя коллекция просто потрясающая, вообще невероятная, очень красивая. Но всегда это, конечно, аксессуары. Это крупные, ну, сумки, это украшения, это обувь. Обувь, здесь, конечно, обувь в этой коллекции, для меня лично, была очень спорной. Я не вполне ее поняла, но... А многим понравились вот эти квадратные такие полубалетки, какие-то полусабы, что ли. И вот недавно у них тоже вышла новая коллекция аксессуаров. И вот аксессуары, они как-то сильно выигрышнее выглядят, одежда. Особенно там вот есть ожерелье из пишенок. Она такая милая. Знаешь, возможно, ну, это был такой план, условно говоря. Именно растиражировать, в коммерческом плане растиражировать аксессуары и фоном, да, дополнением к ним, боже мой, что это такое, ну ладно. Просто там какой-то... Женщины яйцов. Да, дистанция. Дистанция, да. Ладно. В общем, основываемся на аксессуарах, и вся эта одежда становится достаточно удачным фоном для них. Кстати, да. Мне показалось более своеобразным, то есть в традициях показов, да, есть такая деталь, что дом отправляет каким-то именитым, приглашенным гостям на этот показ, инфлюенсерам одежду из коллекции, которую они будут смотреть. Или из своих других коллекций, но максимально близкую по духу, да, по внешнему виду к новой коллекции, чтобы они вписывались, да, в происходящее, чтобы потом, когда они будут выкладывать фотографии или их будут чаты-газеты, чтобы все это было в едином флоре. И вот показалось мне странным, какие костюмы они некоторым гостям разослали, например, Тину Кунаки. Я посмотрела, подумала, ну да, ну понятно, что это образ из этой коллекции, но он смотрелся очень, очень однозначно. Ну, Виктория Бекман, она была шикарная, я думаю, она просто, наверное, не дала себе надеть. Да, но, скорее всего, она в своем, знаешь, она всегда в своем. Да. Вот это соединение зрителей на показе и самой коллекции. Баленсиага очень круто это сделал в показе Клоунс, но хорошо, что в другом своем показе с грязью он все-таки не стал этого делать. Ну вот, кстати, после первых проходок вот этих экстравагантных моделей в нижнем белье, все остальное достаточно интересное. Интересное, да. И, кстати, дева Кассель. Потрясающе выглядит, кстати, мне очень нравится такой дизайн с открытым плечом, ой, это очень-очень классно. Мне нравятся мужские образы, на удивление. Не все, конечно, но многие смотрятся очень интересно. А, вот они вишенки, кстати. Ожерелье вишенками, да. Такое ощущение, что у него, конечно, это микросумочка от Жак Мю, но такое ощущение, что он фотоаппаратик нес вот так вот на ремешочке красненький какой-то. Мне вообще показалось, что он просто какой-то балерины украл пачку, обрезал ее, просто, не знаю, пошел просвещаться. Универсаль. Мне понравилась цитата, которую сказал сам Жак Мю. Мой бренд, он нравится молодости, да, он связан с молодостью. И это причина, по которой я думаю, что Версаль тоже хотел иметь меня, ну, то есть он как будто бы само место хотело, чтобы показ провели именно вот там, именно в нем. У самого Симона произошел такой коннект с местом, и вообще все вот у них сложилось. Особенно, да, и высокопарный слог тоже перенел. Объяснил так объяснил. Колготки с розами, это вообще, конечно, восторг. Ну что ж, интересно, блестяще так. На самом деле, большая часть коллекции выглядит так, как будто бы девочка порылась у мамы в шкафу и пошла в детский сад на утренник. Что-то все лучшее собрала, что-то кружевное, что-то блестящее, тут попышнее, тут колготочки в кружавчик или с рисуночком. Кстати, колготочки реально как будто вот в детский сад на утреннике. Да, да, да. Потрясающая, конечно, работа оператора, эти кадры сверху, когда красная полоса подиума рассекает как будто бы пространство на воду и землю. Это, конечно, невероятно выглядит. Ну, конечно, последние три модели, вот первая была синяя, белая, потом красная, это опять-таки вот этот триколор и флага Франции. Если закрыть глаза на вот эти голые образы, то остается, ну, если прям закрыть, забыть о них вообще, просто вот так вот пальчиками фотографии убрать, то это классический вот Джак Мю, плюс-минус, это похожие на него силуэты, это похожие формы, это вот у него в каждой коллекции обилие жакетов, пиджаков, брюк. Ну, вот все, в принципе, остается в рамках, но понятно, что с новой ноткой какой-то, да, вот с этой отсылкой к Марии Антонетти, да, к дореволюционной Франции, очень патриотизм читается, да, и в том, и в выборе места, и вот в последнем акценте моделей, все очень хорошо, но, как всегда, все обращают внимание и запечатляют в памяти только вот эти яркие, кричащие образы, которые... И которые, к тому же, еще первыми были? Ну, это ведь, это специально, конечно, делается, как Баленсиага, например, они всегда выпускают вот этих моделей, там, латексный комбинезон. А, ну, типа, самый трешовый. Да, шоковые вот эти вот, чтобы, видимо, привлечь внимание, они выпускают первыми, они, наверное, не наверное, точнее, а они просто обычно больше передают вот прям максимально ярко дух всей коллекции. Типа, вот это такой концентрат нашей мысли, а потом уже мы покажем вам нормальную одежду, но вы будете чуть лучше понимать, как будто бы о чем. Возможно, так это происходит. То есть, сначала революция, а потом... Ну, да, да, кстати говоря, консерватизм. Мы еще хотим быстренько, собственно, в духе этого показа прокомментировать Марка Джейкобса, показ Марка Джейкобса. То есть, это самый, наверное, быстрый показ. Сколько он идет? Минут 45. Очень крутое место. Мне, конечно, оно нравится просто сразу. Ну, то есть, есть определенная традиция показа. То есть, сначала модели выходят по одной с определенным промежутком, а потом выходит финальная вот эта змейка, которая показывает, собственно, всю коллекцию. Тут сразу запустили всех. Ну, это тоже, в принципе, интересно. Ничего не успеваешь рассмотреть, но так, на самом деле, гораздо лучше воспринимается вся коллекция. То есть, я смотрю, и я за первые 30 секунд поняла, о чем будет вся коллекция, что она из себя представляет, и это же круто. Потом будешь просто сидеть и рассматривать фоточки, видео, ревью смотреть, захочешь детально посмотреть, пожалуйста. Так и говорили, кстати. Вот модели, кстати, в обратную сторону пошли, еще хочешь, посмотри. Блин, мне нравятся носки с такими балетками. Вот не знаю, ничего не могу с собой поделать. Это как будто бы, знаешь, как Чарли Чаплин, что ли, вот у меня прям... Есть такое. Кстати, лиф, он напоминает уши Микки Мауса. Ты посмотри. Да, очень похоже. Микки Маус. Это вообще в черно-белую полоску похоже на Бетель Джусс. Кстати, точно, да. С этими прическами просто. Есть, то есть, тут какой-то такой панковский флёр в том числе. Сразу ты понимаешь посыл этой коллекции, что у нас сейчас очень быстрый мир. Мы все бежим. И мода в том числе тоже бежит. И вот все они пробежались. Очень ярко читается, как будто бы классическая Америка такая. То есть, вот эта Америка каких-то таких 20-х немножко. Ну, то есть, там такое, понятно, что там смесь всего. И широкие плечи, и оверсайз, и всё вот это современное. Но, тем не менее, пиджаки с чуть-чуть широкими брюками, как балетки с белыми носками. У меня прям такой образ, ну, реально, как будто Чарли Чаплин все вот эти времена. И платья в складочку, вот эти немножко, как у женщин были в 20-е, когда уже ушло вот это время а-ля Великий Гэтсби, да, где было много бисера и стекляруса. Всё равно оставалась такая подзаниженная талия, но женщина уже... Тут вот было больше драпировочек каких-то тканей, там, складочек, всё. И в эти же годы Микки Маус-то зародился. Да, и в эти годы, и Микки Маус классическая американская анимация, да. Ну, то есть, прям такой в минимализме, как сейчас вот с этой тихой роскошью все с ума посходили. Просто во всех, даже вот сейчас Жак Мю по факту мы смотрели, у него тоже, ну, чёрно-белая коллекция. Пару вкраплений красного, пару вкраплений синего, но это чёрно-белая коллекция из брюк, жакетов, рубашек и юбок. Достаточно консервативного вида, то есть подойдёт практически всем, кроме тех, кто привык к какому-то супер-бешеному творчеству от Гуччи. И вот здесь то же самое читается. Минимализм прям... Минимализм с классикой. Да, минимализм с классикой и вот супер-трендовые, динамичные интерпретации. Классно, классно. Классно, здорово, быстро. Вот бы всегда так! Вообще! И обзоры, чтобы у нас всегда тоже так быстро проходили съёмки, точнее. Друзья, спасибо, что были с нами. Это были наши вот такие мини-обзоры. Всем пока! А, точнее, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. Да, теперь всем пока! Будем рады видеть вас в следующем выпуске. Пока!